Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Это Сад Чискорн, игра против титулованных шахматистов, ну и игра против национального мастера из Соединенных Штатов Америки. Стариндийское начало против французской защиты. Да, вот основные варианты. Именно сюда идёт мой соперник. Так, ну что, да, рокировка, видимо, да, с его стороны, или задержка. Нет, всё-таки рокировка идёт смело сюда. Да, ну, на самом деле, у меня тут достаточно большой опыт разыгрывания таких позиций. Я, конечно, надеюсь на него в этой ситуации. Фигуры идут. Тут на А4 надо А3 будет сыграть. Пока А3 можно не играть. Сыграю пока слон Ф4, укреплю пешку на Е5 и на А4 А3. Да, вот здесь А3. Ещё Фижер в своё время показал, что этот ход нужно делать, чтобы поле Ц3 не сильно ослаблялось. Ну и теперь, видимо, перевод коня. Можно его через Е3 вести на Ж4, ну или через А2. Такие довольно странные стрелки, конечно, на ЧСКОМе. Хорошо, Ферзь на С7 не стал, поэтому через А2 буду вести. Так, ну тут я Д4 укреплю, конечно, центр. Чтобы слон на Д3 не стал. У него тут такой перевод иногда есть, для того, чтобы защитить пункт на А7. Ну, я, наверное, просто конь Ж5, да? Конь Ж5. Конечно, пункт на Д4 Ферзь сейчас только защищает. Это может быть опасно, если он туда зайдёт. Может на А6 уже Ферзь Х5. А, вот он коня хочет внедрить. Ну ладно, я пошёл тогда сюда. Раз уж на Д4 не хочет брать, то теперь уже сюда. Ну, переводы довольно типовые, но самое главное, что пешка держит поле Д3. Если слон бы пришёл на эту диагональ, то было бы тяжело создать атаку. Ну, а теперь именно пешка, для того, чтобы в случае чего по линии А6 ещё ладью работать. Тут схемы достаточно понятные. Поэтому странинейское начало довольно популярный дебют. Коня я завожу на Ж4, где-то угрожаю даже коне в 6 пойти. Тут слон Д5, король Ж2 и ладья А1 ход есть. Так, ну в этой позиции надо отойти. Наверное, всё-таки сюда. Наверное, всё-таки сюда. Может быть, на Н3 точнее было. Он сейчас Х5 может сыграть, кстати. Хотя Х5, наверное, это ослабление. В чём разница? В том, что на проходе я бы не мог брать. Хотя я не хотел бы, наверное, брать, потому что пешка на А6 белая, она бы закрывала Ферзя. Ну, сейчас проблемы практически. Вот он, видите, опускается, можно сказать, во все тяжкие. Я могу взять на проходе двумя способами. Угу, угу, угу. Ну, ладно, давайте так на проходе возьму. Тут уже видно, что у него позиция чуть ли не проиграна. Шах, да? Можно какой-то шах поставить. Так, 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 шах. Нам нужен мне этот шах или нет? Или простыми методами как-то бороться? Ну, давайте так пока. По-простому сыграем. Что он там хочет? Он, конечно, ладью на Ф7 поставить сразу не хочет. А, вот так он, да? Ну, да, тоже неплохо. Если я возьму, тоже неплохо. Ну, пускай так. Это, конечно, экстравагантное расположение короля. Совершенно не обязательно был футслон Ф3. Я подозреваю, что даже, может быть, слон Д5 можно было сыграть. Ну, тут на Ф3 придется бить, если он побьет. А, вот так, да? Ну, хорошо, ладья Ш1 зарядил. Сейчас угрожает мат, практически нужно ему играть. Да, ладьей и жертвовать здесь качество. Жертвовать качество. Если я шах, он отошел. Я шах, он отошел. Нет, ну, давайте шах. Попробуем снова шах. И, наверное, поставлю я фигуру на Ж7. Мне кажется, это будет неплохо. Вот ладья Ж8, он практически вынужден ходить. Угу. Да, сюда зашел. Интересно. А если я шах дам? А, он хочет держаться на том поле, да? Так. Если я возьму, он возьмет, я возьму. Он взял, я шах, я сюда. Конечно, хотелось бы там побить. Но, может, не хватить. Шах сюда, сюда. Просто ферзем отойдет, да? Просто отойдет ферзем. Ну, ладно. Я отойду, наверное, просто так. Там у меня достаточно сильная позиция. Времени не хватает. Теперь надо просто сдваиваться по линии. Защищаю пешку еще параллельно на Д4. Может быть, удастся. А, вот так он сразу встал, да? Ну, Ж4 где-то надо толкать уже. Ж4 надо толкать. А, вот так. Подождите. Ну, а если Ж4? Если Ж4... Он может, конечно, на Д4 побить. Бьет на Д4. Я бью здесь. Он бьет, я бью. Закрывает. Наверное, Ж5 сыграет. Но я побью на А4. А, так. Нет, ну... Давайте я заберу, наверное, сначала. А потом еще шаг сюда. Пошел вперед. Кажется, тут уже выиграно. Но по времени могу не успеть. Ну, интересная партия получилась. В любом случае. Так. Шаг. А, вот так. Ну, ладно. Это, наверное, зря он сделал. Да, ну, тут совсем уже он как-то... Ну, и линейный мат. Интересная партия, конечно. В сторондийском начале такие схемы атаки всегда опасны. Ну, и здесь хорошо успел я поставить мат. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok